всем нам известно что батарейки заряжать нельзя а вот хитрая рига 104 это радиоприемник делать это умело такое грозное предупреждение есть на всех батарейках не заряжать не бросать в огонь по науке все верно батарейка химический элемент электропитания одноразового действия там где немецкий инженер только разводит руками на из из них запрещено наши умельцы обычно говорят а мы попробуем так получилось и здесь в 1974 году на рижском радиозаводе начали выпускать радиоприемники рига 104 для своего времени очень прогрессивный аппарат теперь злые языки говорят что ее скопировали с немецкого грундика им следует напомнить что радиоприемник рига 104 не появился на пустом месте до него с 1968 года выпускалась модель рига 103 она экспорт радиоприемник поставлялся под маркой астрот или сона так что у западных конкурентов были все возможности содрать все новшества в свою очередь рига 103 эта модификация радиоприемника нептун 103 который выпускался с 1967 года согласитесь такой родословной и копировать никого не надо из технических новинок 104 модели нужно сразу отметить блок у кв с модулем фиксированных настроек такая возможность появилась за счет применения новинок тех лет варикапов также другой стала акустика вместо двух 1 ватных динамиков применяли один трехватный тригоды 32 к сожалению схемное решение усилителя было не совсем удачным с высоким уровнем собственных шумов но для молодежи высокая выходная мощность была куда важнее но и естественно фирменный калькулятор часовых поясов при такой активности радиостанции в эфире было очень актуально ну а теперь о той важной изюминке что отличало радиоприемник рига 104 от собратьев в том числе иностранных для питания радиоприемников такого класса громких но прожорливых применялись батарейки повышенной емкости 373 в ссср никогда не было перепроизводство батареек их всегда не хватало вот инженеры и задумались как более эффективно использовать батарейки чтобы реже их менять если по простому объяснить принцип работы батарейки то получается следующая картина когда батарейка отдает электричество у нее разлагается корпус катод сделанный в виде стаканчика причем разлагается не весь а часть остается покрывшись окислами если через батарейку пустить ток от внешнего источника блок питания радиоприемника то начнется химическая реакция которая убирает окислы и батарейка восстановившись работают до полного использования материала катода и в радиоприемнике рига 104 использовалась именно такая схема о чем коротко сказано в инструкции в радиоприемнике имеется возможность восстановления энергоемкости внутреннего источника питания элементы типа 373 при этом срок службы элементов может быть увеличен в 2-3 раза возможно заявленная в 2-3 раза это перебор но в полтора-два раза увеличить срок службы удавалось легко главное было вовремя ставить батарейки на восстановительную зарядку от сети несколько позже в продаже появились отдельные устройства восстановление батарей в 1 вот принципиальная схема устройства с пояснением работы принцип действия устройства основан на использовании 1 полупериодного выпрямителя диод которого зашунтирован конденсатором схема основанная на таком принципе действия вырабатывает асимметричный ток характерной формы которые используются для восстановления емкости элементов и батареи когда мы узнали об этом хитром способе продления жизни батареи то тут же доработали свои магнитофоны и приемники штука оказалась очень эффективная только требовала внимательности при использовании нельзя было допускать разряда батареи ниже одна целая одна десятая вольта уследить за этим удавалось не всегда иногда батарейках вспоминали слишком поздно казалось бы эта технология была безнадежно утеряна однако кое-кто из нас до сих пор пользуются подобными технологиями вот зарядное устройство от робит он сбоку мы видим переключатель никель магниевой батарейки и в другом положении алкалайн вся суть в том что не все батарейки 2а имеют способность к зарядке из моего личного опыта это где-то две трети алкалайнов батареек заряжаются полностью одна треть не заряжается вовсе их приходится выкидывать из остальных батареек зарядки подлежит только небольшая часть возможно две три из десяти работает это устройство следующим образом он периодически подает импульсы тока на батарейку с последующим отключением и длится это в течение нескольких часов а затем отключается если батарейка не дозарядилась ставим еще на один цикл алкалиновая батарейка отличается от обычной тем что она состоит из других материалов те кто использует много батареек и не знает об этой технологии срочно набирайте в интернете зарядка алкалиновый батареек и выписывайте себе подобное зарядное устройство оказывается нам врали про истинное назначение радиоприемника гагарина на ядерной батарейки что вы о такой новости и не слышали тогда ознакомьтесь широковещательный радиоприемник свечной ядерной батарейкой радиоприемник разработали в 1957 году для космического корабля восток-1 на котором совершил первый полет гагарин в 1961 году радиоприемник имеет три диапазона средневолновой едва коротковолновых схема выполнена по классической супер гетеродинной схеме компоновка такая же типичная для такого класса радиоприемников удивило что схема собрана на текстолитовой плате в те годы гражданскую аппаратуру в лучшем случае делали на гетинаксе а чаще всего навесным монтажом этот приемник очень был похож на автомобильный чем на космический один экземпляр радиоприемника хранится в центральном музее связи имени попова и к экспонату как положено идет пояснение космонавты не должны чувствовать себя оторванными от привычной обстановки вот почему несмотря на ограничение стартового веса разработчики поместили на этом корабле в числе другой важной аппаратуры и радиоприемник зб-17 предназначенный для приема передач наземных радиовещательных станций в первом полете он должен был не столько развлекать космонавта сколько дать ответ на вопрос насколько хорошо может космонавт принимать по радио музыку и человеческую речь в условиях орбитального полета в качестве источника питания радиоприемника использовалась батарея с радиоактивным элементом такая батарея не боялась космической радиации перепада температур и не нуждалась в подзарядке по тексту пояснения сразу видно что это не самая деятельность музейных работников а цитата с какого-то документы тот факт что сочинитель этой легенды забыл про два коротковолнового диапазона на приемнике указывает на далекость человека от радиотехники музыку по радио слушать и дискотеки с залетными марсианами устраивать можно же было и от бортового электропитания правда у корабля восток для переговоров землей была система радиосвязи заря которая имела три независимых канала у кого едва на коротких волнах казалось бы тройное резервирование и супер надежность теперь давайте представим ситуацию вышла из строя системы электропитания это аккумуляторы и вся система тройного резервирования накрывается медным тазом может поэтому и сделали отдельный радиоприемник с независимым электропитанием от ядерных изотопов при любом раскладе радиоприемник всегда остается в работе и космонавт может слышать командой земли и посадить космический аппарат в ручном режиме ну или чтобы было не скучно и дрейфовать когда ничего больше не работает отдельной загадкой оказалось расположение радиоприемника на приборной панели для него места не нашлось теперь вспомним что радиоприемники в автомобилях ставят справа для удобства управления для праворуких и восток-1 также был праворольный и радиоприемник установили справа от пульта над ручкой ручного ориентирования корабля скорее всего легенду про радиоприемник для прослушивания музыки сочинил офицер кгб ответственный за режим секретности кроме него самого в эту легенду уж точно никто не верил излишняя секретность обернулась казусом 12 апреля 1961 года иностранным журналистам не были представлены фотографии для публикации им ничего не оставалось как сами придумывать рисунки в итоге космический аппарат с гагариным получился вот такой не в виде банки из-под кока-колы а скафандр получился особо модерным в лучших традициях фантастики тех лет как-то вышла статья о печальной судьбе телевизионных фирм сша в комментариях к статье читатель поделился интересной информацией подписав 21 июня 1961 года на выставке home furnishings market в чикаго был представлен цветной телевизор толщиной 11 сантиметров с плоским экраном и возможностью автозаписи программ вдумайтесь в 1961 году такая новость оказалась невероятной и стоило поискать информацию об этом событии так если подумать запись передач ну конечно понятно в сша уже к этому времени изобрел видеомагнитофон но он был огромнейшего размера первый бытовой видеомагнитофон выпустила фирма sony только к 1965 году да это размером с хорошую тумбочку с плоским телевизором еще веселее кинескопы с коротким хвостиком lt появились только в 90-х годах и самый тонкий кинескоп как мы помним имел толщину 36 сантиметров а это никак не 11 конечно плазменную панель мы знаем изобрели в 1964 году но полноценный телевизор из него смогли сделать только в 1992 году и это сделала фирма fujiцу первый жидко-кристаллический цветной телевизор сделали в 1984 году с размером экрана в 2 дюйма то есть всего 5 сантиметров это эпсеновский эльф эти 10 конечно еще были проекционные телевизоры типа москва 1957 год но там нужно было расстояние между проектором и экраном да и даже и экран толщиной 10 сантиметров там ни к чему и так все возможные варианты отпадали как листва осенью на русскоязычных сайтах к сожалению везде где встречается эта фотография подпись одна и та же американский плоский телевизор записывающий программы 1961 год и все пришлось искать корни инопланетные технологии на зарубежных сайтах оказалось что на выставке домашней мебели в чикаго в 1961 году для привлечения большего количества посетителей был представлен концепт-дизайн квартиры будущего а в пояснении значилось так по мнению наших дизайнеров будет выглядеть квартира 70-х годов по сути весь телевизор с видеомагнитофоном был картонным макетом из кружка умелой ручки как например концепт-дизайн бмв сделаны из пластилина а в 1961 году телевизоры в сша выглядели вот так и мы приходим к тому что в этой новости самое удивительное то что на русскоязычных сайтах это фото приводится как достижение американской электроники что это желание возвысить все западное в сравнении с недоразвитым советским этот вопрос мы повесим в воздухе и оставим его на совести тех кто намеренно запускал такие заведомо ложные факты насчет на